Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я уважаю тех, кто любит рисковать Ты уважаешь тех, кто любит рисковать А что ты знаешь о мече? Девушки отдыхают Быстро он нам информацию выдал Я с этим садовником, кстати говоря, разговаривал Ладно, играть я не хочу Так, ладно Садовник Хивай здесь каким-то образом оказался Давай с тобой поиграем Так вот быть На большие ставки Может мне повезет Пара шестерок Две пары даже у меня А у него тройка У него фулл хаус? Вы издеваетесь? Ну, давайте попробуем его перебить Хотя это вряд ли удастся Ты что, офигел, что ли, ставки поднимать? Я хочу испытать свою удачу Так Ну, давайте менять однерку Может быть у нас тоже фулл хаус выпадет Будем на это надеяться Да, у нас фулл хаус Причем получше, чем у него Ух, нам повезло Как-то я проиграл Я тоже фулл хаус Не понял юмора Ну, ладно Давайте еще У меня фулл хаус был на шестерках и двойках А у него пятерка, это нет? Ха-ха, четверка Пара, у него сет Почему ему так везет? Этому гаду Так, шестерки Давайте вот эти поменяем Хрен вам Ну, везучий какой Ну, давайте Не будем больше с ним играть Золтан, ты уродец Так, ну все, давайте выходить Потеряли приличное количество денег Честно заработанных Так, кстати Давайте Зажжем костер И покопаемся в умениях У нас шесть Бронзовых талантов Что нам развить? Я предлагаю Развить Ловкость А, это у нас уже развить До второго уровня Персонаж получает умение Отбивать стрелы Отражение удара Так В принципе, неплохо Выносливость Восстановление энергии Берем Действие алкоголя Вообще не понимает Педалирование темы алкоголя В этой игре Истосилы Два раза в день Унитет к ядам Становление энергии Вот эту возьмем Так И серебряный меч Давайте Немножко подкачаем Наверное Быстрый стиль До второго уровня Групповой До второго уровня И в принципе хватит Так Алхимичить Есть у нас смысл Белый мед У меня весь белый мед Это эликсиры Которые у меня уже есть Ладно Давайте медитировать Надеюсь Не совсем еще стемнеет Хотя у нас на ночь Очень много Миссий Которые нужно выполнить Именно в темное время суток Хорошо Давайте выходить Что у нас по времени По времени у нас 14.00 Еще весь день впереди Так что будем заниматься Пока что исследованием Тех уголков Которые для нас Еще закрыты И миссиями Которые не зависят От времени суток Так Плакат Орден Плач и роза Вечный огонь Наша единственная надежда Я понял Это здесь Обитает Орден Пошли Блокпост ордена Чего у них тут полезного есть Пожрать у них Пожрать у них Пока здесь Меч Ордена Оружие Хуже чем Наше Книги описываются Полуденицы Полуночницы Призраки И привидения Мы почитали Это что за книжка Цветок и пламя Давай почитаем Это было время Когда Орден Белая роза Уже начал разваливаться И терять свою власть Магистры и рыцари Были ровно Коррумпированы И забыли о вере Они предпочитали Теплую постель Жаркой битве И уличную девок Молитве Титул перешел Магистра Рудольфа Бла-бла-бла-бла Интересно Продадим потом Кому-нибудь Бусиный жир Клубника Ничего интересного А что тут Мой друг Зикарс Мне расскажешь Геральт Я хотел спросить тебя Не хочешь ли ты Вступить в ордер Я пришел По объявлению Я так и знал Что тебя это заинтересует У тебя есть доказательства Что ты убил Десять плавунов Нет Я еще этим не занимался Возвращайся Когда добудешь Языки утопцев Понял Ты у нас Теперь не особо близки Нам по духу Человек сидишь Тут Тыловая крыса Ждешь мозги утопцев Или кого там Плавунов Языкинь Так В этой части Мы тоже не были Кстати говоря Здесь что Тедами не пускают Пехотинец Поболтаем Хорошо Хоть упомянул Сила Что внутри нас Исцелит этот мир Ты серьезный такой Вооруженный Опасен Это кто такие Опа Краснолюд Это эти Кое-то Эли Или как он там Называет Давайте все по порядку Вечный огонь Освещает Наша жизнь Принадлежит Ордену Не пускают меня Да В храм Пошли мы Болтаем с могильщиком Какой-то Брал Квест От него Связанный С чудищами Юдящими За этими воротами Меня ждут Мертвые Восставшие Из мертвых Спасибо Неплохая Рекламка Могильщик Болтать будем? О Клиент Что желаете Сосна Дуб Или может быть Небольшой Красивый Курган Целый Склеп Прикинем На глаз Локтей Пять Шириной Ты о чем А зачем еще Ты бы пришел К гробовщику Не молоко Жи покупать Вот я и спрашиваю Кого хороним Какой размер Не бойся Цены у меня Они кусаются Не нужен мне Гроб Черт побери Я тут по другой причине Не видишь Что я занят И кроме того Всем нужен гроб Кому раньше Кому позже Лучше все Спланировать Заранее Чего Изволите Так По объявлению Давай сначала Да Я так понял Что тебе нужны Шесть кувшинов Собачьего сала Прежде всего Я хочу Чтобы ты убил Как можно больше Этих шавок Принеси мне Сало Как доказательство Почему кладбище Закрыто Потому что Мертвые Вылезают Из своих нор И отказываются Покоиться С миром Пошутил Не бойся Они остаются В могилах Пока светит солнце Но кто-нибудь Должен Навести Порядок Даже здесь По вечерам Небезопасно В конце концов Пообещают Какую-то Награду Но Пока что Это Никого не волнует Ну давайте О чем-нибудь Другом Скажи мне О чем-нибудь Другом Что Чего вам надо Я так понимаю Бродячие собаки Это вот эти Безобидные щенята Которые броют По городу Беда Почему кладбище Закрыто Потому что Так Когда будет Вознаграждение Вознаграждение Я возьмусь А пока Пусть будет Как есть Бывай Ну ну Герой Думаешь Легко Упокоить Беспокойного Мертвеца Делай Что хочешь Может Тебя Капитан Стражи Наградит Не лишний Будет проверить Что Чего вам Надо Все Ты мне Не нужен Мелковато Солнышко Так На кладбище Не пускают Да Надо Прийти туда Ночью Ну ладно Мы в принципе Наверное Осмотрели Всю территорию Открытую Для нас На текущий момент Поэтому Пошли по заданиям По заданиям У нас Нужно сходить К садовнику И В лечебницу Это то что рядом Нужно освободить Вивальди Так Так Собака Тебя Убить Нет Тебя Можно Убить Нет Нельзя То есть Их надо Где-то Искать По ночам Наверное Или Имеются Другие Собаки Так Пошли Пообщаемся С садовником О мече Который Проиграл Игроку Который Игрок Отдал Тейлеру Литалеру Ну в общем Барыни Садовник Иди сюда Будем выводить А на чистую воду Смотри Как они Красиво Растут Замечательно Но меня Больше интересуют Мечи Серебряные А я Знал Что кто-то Из вас Рано Или поздно Придет Ты проиграл Его в кости Так ведь Я был Совершенно Уверен Что выиграю Береги Из того Шулера Он Крепко Играет Рассказывай Где ты добыл Этот меч Пять лет назад Была большая Драка Под Бренной Недалеко отсюда Коротко говоря Наши показали Нильфгардсам Где раки Зимуют Только поэтому Мы до сих пор Не считаемся Провинцией Империи Так ты захватил Меч Во время Битвы Точно Он принадлежал Ведьмаку Кайону И я с ним Повстречался Во время войны Отличный парень Мало таких Только Не слишком Разговорчивый Такой Как и большинство Из нас Я ему дал слово Что меч попадет В руки Другого Ведьмака Когда он Лежал и помирал Все шептал Что-то Про зубы И предназначений Единственный Из всех Кого я знал Смеялся Над собственной Смертью А ты проиграл Его в карты Я его Хранил Пять лет Я уж Надежду Потерял Что смогу Вернуть его Кому-то Из вашей Гильдии Если хочешь Еще чего Узнать Шани Тоже Его Видела Кайона Теперь Она В госпитале Работает Спасибо За помощь Удачи тебе На пути Так След потерялся Мы по крайней мере Мы знаем Что Меч Принадлежит Берингару Так У этого Можно Травки Накупить Если вдруг Она мне Нужна Будет Надо Поговорить Шани О мече Как раз К ней Я и Направлялся Как раз К ней Я и Направлялся Так Нам тут Сюда Еще Вечерком Зайти С узником Поболтать Привет Геральт Привет Шани Я иногда Так Скучаю По Оксенфурту Мне нравится Университетская Жизнь Ее атмосфера Ты всегда Можешь Вернуться Нет Я нужна Здесь К сожалению Мало У кого Так Иммунитет К болезням Как у тебя Ты права Я просто Хотел Поговорить Только Быстрее Мне Нужно Работать Так Давайте По порядку Я видел Нескольких Стражников Да Они Некоторое Время Назад Доставили Этого Беднягу Его Страшно Покалечили Кто Его Покалечил Понятия Не имею Стражники Со Мно Не Говорят Они Больше Заинтересованы В том Чтобы он Скорее Выздоровел Должно Быть Он Важный Заключенный Я бы Хотел Задать Этому Человеку Несколько Вопросов Думаешь Стражник Меня Пропустит К нему Приходи Вечером Меньше Народа Вокруг Тогда Стражники Могут Стать Поразговорчивей Особенно С кружкой Крепкого Пойла В руке Я Еще Вернусь Только Быстрее Мне Нужно Работать Чем Я могу Тебе Помочь Твои Умения Тут Не Помогут Если Только Нам Не Нужен Будет Кто Нибудь Чтобы Прикончить Безнадежных Больных Мы Пока Не Смогли Найти Легарство От чумы Но Скажи Ты Знал Русти Не Припоминаю Жаль Прежде Чем Умереть От чумы В Мориборе Он Обнаружил Что Некоторые Травяные Экстракты Замедляют Развитие Болезни Тебе Нужны Эти Травы Да Лучше Всего Подойдет Хербазириал Известное В народе Как Ласточкино Зелье К сожалению Оно Обычно Растет В труднодоступных Болотистых Местах Ну Я на болоте Судя по всему Побываю Каждое Соцветие На счету Хотя бы Пять Побегов Так Про мяч Кое что Это может Подождать До вечера Приходи Ко мне Домой Лечебница Не годится Для личных Разговоров Где Ты Остановилась Я снимаю Комнату В северо-восточной Части Возле Ворот Как я ее найду Перед домом Небольшая площадь С извоением Искулапа Приходи До заката Только быстрее Мне нужно работать Ну понятно То есть Про мяч мы с ней Можем пообщаться Только вечером На болоте Собрать пять Пучков Ласточкиного Зелья Ну да Болот мне еще Далеко Ладно Узник я сейчас тоже Допросить не смогу А на нем у меня висит Большое количество Квестов Вообще Мы сейчас находимся На такой стадии Что у нас Очень много Невыполненных Квестов Просто адское Количество А я не люблю Когда У меня такое Количество Незавершенных Квестов Так Найти способ Освободить Краснолюдина Из тюрьмы Дом с привидениями Туда явно Нужно Нойти Ночью Ладно Давайте Сделаем Так Мы сейчас Находимся Здесь Здесь Дамба Где мы Сможем Взять еще Одно Задание Я предлагаю Сейчас Отправиться Так Не сюда Да Не сюда Другую сторону Вот сюда Числящик Ты никакой Новую информацию Мне не расскажешь Ну давай Первый раз В зиме Так Можно сказать Не все Вопросы Музал Да А Ладно Давайте к башмакам Перейдем Ладно Зря Отдал ему 2 Рубля Так Детектив У меня смысла Эти нету Потому что Квестов Нету Давайте ка Пойдем Нет Сначала Сходим Все таки К торговцу Который Возможно Нам даст Какой-нибудь Квест Почему К нему Потому что Вдруг Он нас Отправится Даже В канализацию И мы Сразу Убьем Несколько Собак Сразу В переносном Смысле Конечно Этому Словом Так Вот мы На дамбе Пошли Смотри Кстати Может мы И на болото Можем Попасть Отсюда И для нас Дорога не закрыта Как им Такой вариант Причем Территория Довольно Большая Купец Нет Ты мне Не нужен Вместе Со своими Центрическими Горшками Надо было В стражники Идти Над них Только Взят Как Слева Зарабатывали Бо Так Отлично Паромщик Да Паромщик Нас Отвезет На болото Собака Нам не Нужна Портовая Шлюха Хорошие Название Так А это Куда Я Приду За Этими Воротами Катриона Каждый День Уносит Десятки Жизней У меня Такое Чувство Что Карантин Мало Чем Здесь Поможет Так Что За Катрион Вы Меня Не Пустите Да Во Время Войны Я Служил Под Командованием Бронебора В БМП Так Это Старая Возима Ну да На ее Дорогу Еще Закрытая Понял Ладно Торопиться Никуда Мы Не Торопимся Пошли Общаться С Возможными Героями Здесь На Дамбе Так Че У тебя Можно Купить Че У тебя Можно Продать Продать Тебе Особо Нечего А Купить Одно Украшение 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 Да Каких-то полезных для геймплея моментов нету Только если с точки зрения меркантильного нет Да Я слышал Твари на болотах Мешают перевозить грузы Это правда К сожалению Да Но думаю Ты не из любопытства спрашиваешь Я надеюсь Кто-нибудь заплатит Мне за их уничтожение Возможно Меня это заинтересует Пристань находится Около болота Она очень важна Для моего бизнеса С тех пор Как появились Эти твари Я постоянно Несу убытки Ты можешь Описать Твари Которые нападали На твоих людей А что там Описывать Я знаю Что это утопцы Выходят По ночам Уничтожают товары И убивают людей Я заплачу Четыреста аренов Чтобы избавиться От них Тебя Личные деньги Приличные Давай Конечно Вести с тобой дела Одно удовольствие Именно Давай поговорим Да Как дела Видимо Ты что считаешь Что я репой На улице торгую Я почтенный купец Ты даже представить Не можешь Какие сделки Я проворачиваю Понятно Ты невыносим Ты путаешь небо Со звездами Отраженными В поверхности пруда Я жду Важных новостей Давай поговорить Да все Достал ты меня Так Я должен Лотке добраться До болота И избавиться От монстров Который там Приходит Куролесить Но это Судя по всему Только ночью Да Опять же И все Мне Все Мне Приходится Делать Хоть Платощика Пьяница Зато Всем нравится Давайте Сначала Сюда Пообщаемся Что Может быть Вкуснее Жареного Окуня Пальчики Оближешь Окунь 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 Не распугайте Мне рыбу Но говорите В основном Вы Ко мне Они привыкли К тому же Это не я О щуках Говорю Как ненормальный Удачи Так Ну ладно Поговорили Ни о чем Как рыбу В воде Лучше Поберегись Так Пошли Пообщаемся С паромщиком Узнаем За сколько Вам денежков Туда я Забраться Не смогу Там есть Костер Узнаем За сколько Денежков У нас На болото Переправить Есть ли Смысл Туда Сейчас Ехать Не знаю Так Чисто Посмотреть Территорию Куда Можешь Меня Отвести Вожу Людей Извезимой На болото И обратно Ну поехали Посмотрим Что там За территория Время Деньги Ты Определился Давай Поперли Готов Ага Ловем На болото Просто посмотрим Территорию Пообщаемся С местными Жителями Тем более Что у нас На болотах Довольно Ощутимое Количество Квестов Не знаю Как они Завязаны На время Суток Но По крайней мере Мы там Побегаем Пообщаемся Возьмем Новый Возможно Что-то Выполним Возможно Это будет Полезная Поездка Вернуться Всегда Можно Просто Я боюсь Что это Локация По территории Наверное Такая же Как в Изиме Так Пока мы ехали Уже стемнело Да Так За нами Здесь Кто-то Следит Паромщик Ты куда Свалил А Ты там Ждешь Давайте Поболтаем Вернее Почитаем О местах О болотах На другом Берегу Озера У Изимы Простираются Обширные Топи Эти места Стали домом Для небольших Людских Общин А также Для всякого Рода Чудовищ Опасность Постерегаясь Здесь На каждом Шагу Даже Днем В любой Момент Из болотной Жижи Может Выплынуть Топица Или Пиявка Также Стоит Остерегаться Болотных Огоньков Займанивающих Неосторожного Путника В непроходимой Топи Все дальше И дальше Пока Они не завязаны В жижи Не тонут Попасть Сюда Можно Наняв Перевозчика На дамбе В Изиме И переплыв Озеро На лодке Далеко В топях Трудится Группа Лесорубов Продающих Древесину В Изимских Ремесленникам И тем самым Зарабатывающих На жизнь Правит Этим Небольшим Сообщим Краснолет По имени Лойза Болт И Правит Наскать Железной Рукой Ладно Пошли Общаться С местными Собака Тебя убивать Надо Жан-Пьер Кто ты Жан-Пьер Расспросим Кем был этот Бонарт Старый Лео Был легендой Смотреть Как он работает Было одно удовольствие Чем-то он был Похож на тебя Ведьмак Он тоже убивал Без эмоций Без гнева И без печали Так же Как ты убиваешь К примеру Утопцев Он был лучшим Высокий Поджарый И эти невероятные Глаза Один взгляд Этих пустых Рыбьих глаз Мог сломить человека Он был магом? Нет Обычным человеком По крайней мере Физически Он убил Несколько ведьмаков Тех Которыми были Недовольны Крестьяне Ваши ведьмачьи Рефлексы И магические трюки Ничто По сравнению С его мастерством Но он мертв Ты сам сказал Ему попался Более сильный Противник Да Так что Ведьмак Береги себя Я пришел По объявлению Наконец-то Достал шкуры Я вернусь Как только Достану шкуры Я буду здесь Ладно Шкуры Волков Или собак Да Один фиг К нему Обращаться надо Так Здесь костер Дедушка Дедушка с топором Расскажи мне Дедушка с топором О чем-нибудь Эй Сынок Я не твой сын Дедушка Угадал Как меня зовут Они Меня тут Зовут Дедушкой Меня называют По-разному В основном Геральт Или паршивый Выродок Людям нравится Все преувеличивать Ты ведь Не паршив Не хочу Тебя обидеть Без обид Я уж точно Запаршиве Если еще раз Полезу через Это болото Да Ну давай Я еще работаю Ааа Ничи Кажется Я знаю Какую работу Ты ешь Может Ты захочешь Сопроводить Меня в часовню Чтоб я помолился Я стар И уже Не сдюжу От дубаси Чудище Своей палкой Ну Деньги Я имел ввиду Работу Которая Принесет Деньги Но Все равно Я отведу Тебя туда Так Пошли Должен проводить Дедушку До часовни Милители А часовня Милители Это где? Аа Дом Васки Обелиск Мальхуд Даже не знаю О чем это Идет речь Так Здесь можно Отдаляться Вправо Влево Утопцы Там торчат Так Давайте-ка Возьмем Серебряный Меч Могу Собаку Завалить Так Я просто Проверяю Могу ли я С нее взять Жир Да Именно их Мне и надо Убивать Все Понятно Теперь я По крайней мере Это знаю Ладно Я Не особо Так Куда Дедок Убежал А Сзади Как привидение Не особо Любить Любивать Собак Ну Квест Надо Выполнять Может быть Может быть Ты тут Поселишься Нам бы Не помешала Защита Опытного Воина Может быть Ты тут Поселишься А что ты Зеленым Отмечаешься Деревня Кирпичников Ну ладно Раз собака Здесь Давайте Замочим Простит меня Пес Блин Живодержство В прямом смысле Этого слова А Салата У него Нету Вот Беда Ладно Пошли В дверь Ничего Интересного Кроме Водяры Одна Водяра Очень Я рад Что Недавно У нас Деревня Родилась Троя Книжка Вынуждена Платить За то Что Живем На болоте Давайте Вот Эту Выбросим Эту Почитаем Так Для общего Развития Добавились У нас В глоссарии Эльфы И все Остальные Ладно Выходим Да Это Довольно Обширная Локация Тут Неподалеку Живут Лесорубы Может Ты тут Поселешься Нам бы Не помешала Защита Краснолюд По моему Всех Кирпичников Это Распугаю Ладно Мне еще Четыре Надо Собрать И все И больше Собак Убивать Не буду Здесь Что-то Вообще Пусто Ржавый Меч Нет Спасибо Не надо Оставьте Себе Так Ну пошли В дверь Дома Васки Не знаю Кто Это Но Как-то Наверное Связан С Каким То Из Квестов Я Уже Всех И Не Помню Потому Что Такое Большое Количество Странник Издальник Земель Седой Но Нестарый Непобедимый Но Покрытый Шрамами Он Утратил То Что Ныне Ищет Как Мне Звать Тебя Добрая Женщина Я Васка Старейшина Этой Деревни Геральт Ведьмак Мое Почтение Чем Занимаются Жители Деревни Мы Простой Народ Мы Умеем Только Добывать Глину И Делать Кирпичи Кирпичники Почему Ж Никто Не Работает Тяжелые Времена Пришли К нам Ответь Странник Что Делают Ведьмаки Мы Решаем Проблем Хочешь Спросить О чем Небудь Беловолосый Мне С ними Нужно Пообщаться По поводу Вопрос Решаемого По заданию Алхимика Да А Какой-то Башни Собираем Книжки И расспрашиваем Старейшин Так Давай-ка Я тебе Что-нибудь Продаю Вон Жертвы Например Что Тебе Еще Собачье Сало Нет Собачье Сало У меня Квестовое Задание Рыбежку Средней Крепости Средней Крепости Местная Перцовка Крепкое Спиртное Козье Молоко Встанавливает Энергию Ладно Отдаем Давай Общаться Теперь Хуже Предметно Тут Побывал Другой Ведьмак Некий Берингар Он Был Здесь Задавал Разные Вопросы По поводу Алхимии Крутился Возле Башни Его Наверное Тот Алхимик Калкштейн Прислал Вскоре Мы Нашли Его Вещи В Глиняном Карьере Они Все Были В Крови Спасибо Вас Беловолосый Там Были Следы Борьбы Причем Не с Чудовищами На Него Напали Люди Злые Люди Сухих Земель Огненные Ящерицы Будь Осторожен Саламандр Да Ладно Почему же Никто Не работает У вас Тут Завелись Чудовища Воистину Так Существа Которые Убивают Работников Свили Себе Гнездо В Глиняных Ямах Понятно Как Они Выглядят Как Будто Утонули Но Потом Восстали Похоже На Утопцев Я Могу Прикончить Их Мы Бедный Народ Беловолосый Я Не Смогу Дать Тебе За Это Больше Чем 50 Аренов Да Ладно Че Не будем Борзить Этого Достаточно Куда Мне Ити В Сторон Пристани Но Выбери Другую Дорогу На Развилке В Конце Ее Ты Найдешь Глиняные Ямы И Наших Мучителей Так Мы С тобой Еще Не Все Обсудили Так Глиняные Ямы Мы Решим Две Задачи Во-первых Убьем От Обзыв Во-вторых Поищем Следы Берем Гажа Хорошо Про Башню Давай Теперь Пообщаемся Я Хочу Узнать Про Башню На Болотах Как Меч Иссекаешь Покров Тайны Тот Кого Называют Дедушкой Удовлетворит Твое Любопытство Я Буду Молчать Пока Не Придет Назначенный Срок Как Скажешь Хочешь Спросить О Чем Нибудь Так А дедушку Мы Ведем В храм То есть Там Он Наверное Расколется Чем Вы Здесь Мы Копаем Глину Чтобы Формировать Кирпичи И Обжигать Их В Печах Потом Мы Продаем Их В Зиму И это Прибыльно? Нет Беловолосый Мы Получаем Мало Ибо Хотя Городу И нужно Все больше Кирпичей Богатые Торговцы И перевозчики Отнимают Часть Нашей Прибыли Понятно Может быть Вам стоит Перебраться Куда-нибудь Еще Перебраться Нет Никогда Мы Умеем Только Делать Кирпичи Делайте Что Хотите Хочешь Спросить А Че Так Я Все Еще Борюсь Чем Майка А Тебе Здесь Не Бывает Скучно Жизнь Хороша По Вечерам Мы Слушаем Разные Легенды И И Играем В Кости Ну Играть Я Не Хочу Мне Это Не Интересно Тут Просто Какой-то Культ Игры На Костях Так Дедушка Там Меня Ждет Снаружи Нет Да В общем Мы его Доведем До Нужного Места И он Нам Что-нибудь Расскажет Интересное Еще Один Дом Который Мы Явно Не Найдем Ничего Полезного Беру Только То Что Не Займет Слот Лишний Что Если бы я Жрал Все Что Я Собираю Гераль Бужу Килограмм 150 В Вес Обелиск Мальхуд Там Утопцы Бегают Просто Так То есть Никому Не мешая По территории Ходят Так Книга Читал Уже Пророчество Итлины Не раз Ладно Выходим Так Пошли К обелиску Сходим Мой Отец И Дед Оба Делали Кирпичи Было Ясно Что Я Тоже Стану Кирпичем Судя По Всему Это Покрыт Мобилиск Старше Самого Болота Жаль Что Я Не Могу Прочитать Роны Так А что Я могу Сюда Использовать Камень Опа Она Что Я Сдел Вообще Камень Нашел Не зря Только Понять бы Что это Дает Нифига Я маг Чародей Дедушка Расскажи Чем прикол Есть у меня Такое ощущение Что Этот обелиск Не Один На этой территории Нужно Зажечь Все Так Я здесь был Да Да Я здесь был Ладно Пошли дальше Знакомиться С этой территорией Издалека Можно увидеть Этот Луч Самогон Берем Так Тут Еще Бочка С монетками Гусей А Ну да Видишь Еще один Обелиск То есть Мне нужно Искать Подобные Камни Которые Я положил И использовать Его Ладно И к чему-то Это приведет Это приведет К чему Я пока Не понимаю Так Вручить Тропа Через Болото Гриняные Ямы Храм Милители Да Видимо Сюда Моя Дорога Лежит Ну Пошли Давайте Воспользуемся Силой Телепорт Рабораторию Кольштейна Удобно Но Не сейчас Так Он Повышается На 100% Удобно Если Сейчас На Нашу Топцы Нападут Они Обязательно Где-нибудь Нападут Плавун Понеслась Отлично Так С плавунов Мне надо было Что-то Собирать Языки По-моему Правильно Я понимаю Нет Это Утопцы Это Не Плавун Почему Написано Плавун А Вот Язык Да То есть Не со Всех Это Можно Еще Собрать Лады Так Где Дедушка Давай Нес Трусы Пошли Так Место Силы Мы Его Использовали Глиняные Ямы Направо Налево Вернее Давайте Сначала Сходим Сюда Так Я понимаю Там Глиняные Ямы Да Поэтому Пошли Сначала Сюда Вон Еще Один Обелиск Там Утопцы Там Что Стоит Такое На Человека Похоже Вот Я Пришел Эти Места Называют Тремя Островами Здесь Особенно Хорошо Растет Ласточкино Зелье О Мне Это Нужно Нужно В Травах Нет Я Не Травник Ну Я Очень Много Читал К Примеру Я Знаю Что Смешав Две Части Ласточкиного Зелья С Наизан Солью Можно Получить Бомбу Вызывающую Магический Страх Я Это Запомню Болото Кишат Пиявками Возьми Две Части Их Крови Смешай С Лимфой Чудовище И Спорами Эхинопса И Получишь Зелье Которые Друиды Называют Малиборский Лес Знаешь Еще Какие Нибудь Полезные Рецепты Треклятый Склероз Может Попозже Вспомню Так Понеслась Так Дедушка Ты мне Помогать Не будешь Что за Гадость Дедушка Давай Добивай Хотя бы Лежачих Так Что-то Беда У нас Со Здоровицем Не 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 Это Я Хотел Драться Хорошо Быстро Пиявка Умерла Но Она Взорвалась Да Да Бой Получился Довольно Сумбурный Кровь Пиявки Давайте Языки Собираем Я не Помню Сколько Их Там Надо Но В любом Случай Собираем Так Сколько Я тут Еще Нески Замочил Так Правильно Понимаю Это Я Выбираю Да Все Верно Я Пытаюсь Быстро Мечи Менять Ух Как 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 Цикцидий Я Не знаю Кто Ты Но Ты Стремный Как Цикцидий Я Понял Валим 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 Субтитры подогнал «Симон»